Приглашу Якова Беркина, доктора экономических наук, начальника отдела международных рынков капитала в Институте мировой экономики и международных отношений. Да, пожалуйста. Яков здесь, да? Да, вам слово. Большое спасибо. Спасибо за представление. Что впереди? Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Что впереди, что произойдет после пандемии? Во-первых, мы можем предположить, что будут продолжаться те длинные тренды 40-летние, 60-летние, которые уже сложились. В первую очередь это так называемое финансовое развитие. Это рост монетизации, финансализация, секретизация. То есть опережающий рост финансовых активов в сравнении с реальной экономикой. Этот тренд виден в течение четырех столетий. И вот эти кривые, насыщенность все больше деньгами, отношение денежной массы к ВВП, отношение долговых активов к ВВП все время растет. Еще один тренд это финансализация любых активов, прежде всего с начала 2000-х годов сырья, финансализация новых типов активов, это прав на ресурсы, виртуальных активов и так далее. Но эта финансализация, она связана не только с тем, что права на активы отделяются и начинают самостоятельно обращаться в виде ценных бумаг или деривативов, но еще происходит синхронизация с движением других видов активов и прежде всего синхронизация с движением валютных курсов доллар и евро как двух базовых резервных валют. Можно предполагать, что этот тренд будет продолжаться и дальше. На этом графике показана зависимость цен на нефть и от валютных курсов доллар и евро. Тренд очень длинный, это возникновение мультиполярной мировой финансовой архитектуры, которая затрагивает вместо одного монопольного глобального ядра, это, прежде всего, финансового рынка, финансовая система США. Мультиполярная структура на двух-трех уровнях, это относится и к денежным системам, и к финансовому сектору, финансовому рынку, к регулятивной инфраструктуре. И мы видим, что эти уровни возникают как на глобальном, так и на региональном уровне. Четвертый тренд – это продолжение длинных финансовых циклов, которые зависят от длинных циклов реальной экономики. Здесь в качестве примера приведен десятилетний длинный тренд цикл, циклическое движение, курс доллара к евро, механизм которого, понятен, связан с бизнес-циклами в США и Европе и связан с политикой, соответствующей в Центральном Баке. Еще один тренд, длинный тренд, который будет продолжаться – это пузыри, финансовые пузыри, которые подогреваются финансеризацией, политиками денежного облегчения, инфляции. Здесь перейдем в график, пример того, что происходит на рынке акций США. Это индикатор капитализации внутренних компаний, Кулау в внутреннем продукте. Мы видим два пузыря 1999 года, 2007 года, и мы ожидаем, что сегодня тоже существует финансовый пузырь на этом рынке, и мы все ожидаем коррекции в этом движении. Шестой тренд – это все большее проникновение государственных финансов, точнее государственных долгов в экономику на финансовые рынки, тоже подогреваемые, с одной стороны, финансеризацией, все большее насыщение этими долгами, с другой стороны, правительственными политиками, которые стимулируют экономический рост, соответственно, расширением с экспансией функций правительства. Здесь этот тренд хорошо виден в течение 60 лет, и особенно он усилился после 2008 года. Этот же тренд, все большее проникновение государственных долгов, эта таблица демонстрирует те точки рисков, очень высокие значения, связанные с насыщением государственными долгами экономик, в тех странах, которые являются системно значимыми. Мы видим очень высокие риски здесь, и связываем возможности крупных колебаний на финансовых рынках, не только с рынками акций или деривативов, но и с рынками государственных долгов. Это индикатор суверенный долг к воловому внутреннему продукту. Еще один длинный тренд, который будет продолжаться после пандемии, это все большее насыщение финансовых рынков инновациями, когда регуляторы не успевают за инновацией. Мы хорошо знаем, что во времена технологических революций происходят взрывы финансовых инноваций, связанные с ними неизбежно финансовые пузыри. Это хорошо демонстрирует пример биткоина, и мы прекрасно знаем, что динамика финансовых инноваций, естественно, связана с динамикой технологических инноваций, и через финансовые инновации происходит финансирование тех сегментов в реальной экономике, которые имеют наиболее высокие риски. Еще один длинный тренд, который мы видим, который может продолжаться, это динамика процента, процентных ставок, удерживание его на сверхнизком уровне, и те изменения в природе финансового посредничества, которые в связи с этим происходят. Когда вместо «возьми чужие деньги, сохрани их и прирасти их», вдруг возникает финансовая индустрия, ориентированная, прежде всего, на услуги. И когда ты должен платить не за то, что тебе деньги сохранят, и твои деньги будут приращены, за то, что они удерживаются, как ликвидность, хранятся в безопасном месте, как пример. Мы при этом не знаем, вот эта долгосрочная динамика судного процента, вот все-таки возникнет ли вновь цикличность? Возникнет ли как долгосрочный тренд цикличность? Увидели мы то, что процентные ставки оттолкнутся от нижнего предела и вновь на длинном расстоянии устремятся ввысь. Еще один длинный тренд, на который мы надеемся, и который является старым, это продолжение финансовой глобализации. Мы хорошо видим вспышки финансовой глобализации в 2000 году, в 2007 году. Нам кажется, что этот процесс является неизбежным, и несмотря на то, что такие явления, как пандемия или кризисы, резко снижают уровень финансовой глобализации и открывают дорогу финансовому протекционизму. Еще один длинный тренд, который будет поддерживаться, это синхронное движение финансовых рынков с высокой корреляцией, когда финансовый сектор или финансовый рынок одной страны является только одним активом в портфеле глобальных активов. Здесь то, например, синхронного движения в рынках акций России и США, Бразилии, Аргентины. Финансовый рынок России очень похож на латиноамериканские рынки, и мы, когда наблюдаем за движением бразильского реала, иногда не знаем, где мы живем, в России или в Бразилии, потому что он более-менее синхронен с движением российского рубля. То же самое происходит на рынке акций. Понятен механизм того, как это происходит, поскольку очень сильна роль на этих рынках глобальных инвесторов. А теперь важно поговорить о новых трендах, о тех трендах, которые не существовали до пандемии. Мне кажется, что, прежде всего, это рост рисков, рост волатильности глобальных финансов, усиление спекулятивных компонентов и большая подверженность мыльным пузырям, поскольку массовые инвесторы стремятся заместить те потери в прибылях, которые они несут в реальной экономике в связи с пандемией, уходом на финансовый рынок. Второй длинный тренд после пандемии, еще один тренд, он всем очевиден, это дальнейшая виртуализация финансовых рынков и все больше уход на онлайн вместо офлайн. Третий тренд, который, мне кажется, очень важен, это развитие финансовых систем, так называемых экономик без. Что я имею в виду под экономиками без? Вы посмотрите, это статистика, которую ведет университет Львуэна в Бельгии. Здесь очень хорошо видно, что на протяжении долгих-долгих лет происходит учащение различного рода катастроф и стихийных бедствий. И в этом смысле, возможно, мы вступаем в новую эпоху, когда катастрофа или бедствия является постоянным компонентом в нашей жизни. Значит, и экономики начинают подстраиваться, и финансовые системы начинают подстраиваться под вот этот новый, присутствующий, неприятный компонент. Каковы возможные изменения в этой связи в финансовых системах? Прежде всего, если растут риски, и это риски катастрофы и бедствий, которые имеют системное значение, то это, конечно же, рост всех резервов в микро- и макроэкономике. И если говорить о доходности, то это разнообразные ограничения на выплаты дивидендов. Это первое. Второе – это постоянное удержание экономик на аппаратах искусственного дыхания и беспрецедентное расширение политики, денежных облегчений, роста государственных долгов для того, чтобы удержать экономики на плаву. Далее, поскольку рост бедствий, рост катастроф означает необходимость мобилизации всех ресурсов, то экономики начинают в большей мере напоминать в кавычках военные экономики, когда нужно прямой управлять ресурсами. Это значит, что финансовым системам может быть свойственно перерегулирование, усиление дирижизма в финансовом секторе. Также это происходит в военные времена. Расширение всякого рода ограничений, функционирование финансовых рынков и использование так называемого финансового протекционизма. Далее, постепенный уход к валютным режимам, которые предполагают большее усиление администрирования валютных курсов, так же, как это происходит во времена военного напряжения. Ну и, наконец, ограничение различного облегчения, снижение уровня различного рода ограничений, которые накладываются на бюджет, на финансовое здоровье, государственных финансов, на треживание бюджетным дефицитом, сокращение так называемых бюджетов, консолидация. В общем, все то, что свойственно тем экономикам, которые находятся под огромным напряжением, огромными рисками и стремятся напрямую управлять своими ресурсами. Вот такой взгляд на длинные тренды, формирующие мировую финансовую архитектуру. Большая часть этих трендов давно сложились и, как мне кажется, будут продолжаться. Ну и ряд трендов, я о них сказал, носят специфический характер и будут наблюдаться в постпандемические времена. Благодарю за внимание. Продолжение следует...